Талия Ну и слава богу. Поздравляем от всей души. Талия это имя и качество. Ну а теперь приступим к новостям Телемуда. Итак, все же будет второй сезон Эль Синьор Делос Сьелос. Съемки уже начались в Мексике. Рафаэль Амайя продолжит изображать крутого наркотографца, жесткого, но с человеческим лицом. Сдается, что мы должны пожалеть, бедолаг. У них такой профессиональный риск, а все почему? Потому что хотят людям приятное сделать, не лишать придурков кайфа. К Амайе присоединится Маурисио Отчман и, вероятно, в этом сезоне будет сниматься Марлене Фавелла. Она уже написала в Твиттере, что ей не терпится приступить к съемкам, хотя не сказала в каких именно. Само собой, что все начали лихорадочно гадать, о чем идет речь. Ну вот и посмотрим. Еще одна наркотографа скоро выйдет на экраны. Камелия из Тиханы с Сарой Мальдонадо. Трейлер был очень хорош. Теперь посмотрим, что будет на выходе. Вместе с Сарой будет играть венесуэлец Эрик Хайсер. Он изобразит Эмилию, негодяя и предателя, наступившего на первое любовное чувство Камелии и получившего за это, как водится, пулю в тупой лоб. Хайсер – лицо для Телемунда новое, так что будем посмотреть, как он потянет такую сложную роль. В новелле примет участие Андрес Паласинс, который сыграет роль Факунда. Актерам вполне ничего. Надеемся, что смотреть будет интересно. Венесуэлка Эмма Рабби подписала контракт с Телемунда. Скоро появится в одной из новелл. Норкис Батиста, по слухам, на всех парах мчится к подписанию эксклюзивного контракта. А Габи Испина уже подписала контракт на еще три новеллы. Пишет, что это из-за успеха Санте-Диабло. Хотелось бы знать, где они там успех увидели. Рейтинги непровальные, но довольно средние. Выше 0,5 не поднимаются. Хотя могло быть и хуже. Лавры провальных дамы и рабочего еще нужно умудриться заслужить. Начали показывать промо-лайн-пастуры. Судя по всему, зрелище должно быть, если неинтересным, то, по крайней мере, забавным. И будет много любви. Разные по накалу и степени откровенности. Сразу вспоминается отмазка продюсера Анхели Несма. Не взявший Себастьяна Зуретов с собой проект, а бисмо де пассион. Типа молодой еще в горячих сценах играть. А Сипеда, которому 40, совсем не старый. Новелла «Алма Спердидас» поменяла название и будет называться «Лапьел Диодра». Ну, с одной стороны, потерянные души – это нечто про теософию и эзотерику. Такой состав актеров, который заявлен для новеллы, философию не потянет, даже если год будет смотреть канал РЕН-ТВ со всеми их инопланетянами и экстрасенсами. Поэтому название «В коже другого» будет несколько лучше. Одно не ясно – при чем здесь желанное тело вообще? Ведь это заявлено как ремейк супер-успешного сериала с Лореной Рохас и Марио Семару. Ничего общего сюжеты не имеют вообще. Единственное, что объединяет их – это Ванесса Вильела, которая здесь будет играть негодяйку на пару с Хорхей Луисом Пилой. В сериале примут участие Лаура Флорес, которая даже раскандалилась с телевизором по этой причине, и Плутархо Хаса, который сам поскандалит с кем угодно, особенно если выпьет. В главных ролях – Давид Чакарра и Мария Луиса Камарга. На телемуде она снималась в новелле «Флор с Альвахи». Видно, впечатлило начальство по самое «не могу». Ну-ну, а нам почему-то кажется, что провал гарантирован. Переснимать очень удачные вещи – дело опасное и неблагодарное. По крайней мере, протагонисты должны быть на порядок харизматичнее, чтобы переплюнуть предыдущую версию. Но может второстепенные герои вытянуть всю эту холобуду на себе? Кстати, пишут, что там будет сниматься и Хиральдин Бассан. Сомнительно слегка. Девушка-то беременна. Другую новеллу по роману Гюго «Лос Мизераблис» тоже колбасит. Некоторые инсайдеры били себя пяткой в грудь и орали, что в главных ролях будут Араселли Арамбула и Даниэль Аренас. Типа нажиманный колумбиец на расхват. Но в сущности оказалось, что-таки да. Телевизор его не отпустила и предложила на выбор две роли. Получается, что «Лос Мизераблис» пока без главного героя. Зато известны некоторые другие персонажи. Элизабет Гутиеррес будет негодяйкой. Анхелика Арагон тоже впишется в эту историю. Рейна де Карасонес, похоже, уже имеет главную героиню. Настойчиво пишут о Пауле Нунис. Интересно, чего этот народ стал с ацтеки разбегаться? Что там не так? Хуан Солер также примет участие в этом сериале. Вполне возможно, что там же появятся и Катрин Сиачоке. Если это правда, то цирк нам обеспечен. Не, не с Солером, нет. Он как раз способен усыпить самую стойкую аудиторию. Уж извините его любители. Ну и напоследок несколько фото из новогоднего ролика Телемунда. Смотрите и наслаждайтесь лицезрением своих любимцев. Что-что, а эти вещи Телемунда умеет снимать. Вот на 5 минут их хватает. А на подольше не особенно. Ну а на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok